Очень часто задают вопросы, как очищаться от негативных переживаний, существуют ли некоторые правила гигиены для человека, подобно тому психической гигиене, подобно тому, как существует правило телесной гигиены. Нужно чистить зубы, нужно принимать душ или заниматься физическими упражнениями. Конечно же, то же самое можно делать и для психики. К примеру, те же физические упражнения способствуют психическому здоровью. Не только потому, что это подтверждает старую добрую пословицу в здоровом теле, в здоровый дух. А потому, что как бы система мышления или система переработки эмоциональной реагирования на события так или иначе завязана на моторику. То есть мы можем что-то либо пережить внутри себя, переосмыслить, либо разрядить через движение. То есть в известной мере наша физическая активность способствует умственной активности, поскольку она тренирует просто на нашу психику. Но можно подойти к физиологической точке зрения. Через приблизительно 45 минут физической активности начинают вырабатываться эндорфины и человек себя априори начинает чувствовать лучше. Можно с нейрофизиологией посмотреть, что физическая активность способствует тонусу, можно сказать, ретикулярной формации. А ретикулярная формация не прямым образом все время поддерживает, условно говоря, уровень включенности или сознания, или уровень осознаваемости. А можно сказать, что это как бы две составляющие человеческого способности перерабатывать информации. Можно перерабатывать информацию, что-то делая, а можно перерабатывать информацию, о чем-то думая. В этом смысле физическая активность, умеренная особенно, способствует дренажу наших эмоциональных переживаний. Потом снова-таки. Дальше, ну человек, как существо социальное, может найти в разных социальных институтах возможность как бы отрефлектировать. Потому что, что способствует еще дренажу негативных переживаний? Способствует, ну скажем так, можно сказать, технологии трансформации этого переживания. Звучит как-то, может, абстрактно, но если человек идет с какой-то эмоциональной проблемой в театр, пьеса и сюжет пьесы поставлен так, что сам сюжет является переработкой определенной эмоциональной ситуации, и автор с одной стороны, а режиссер с другой актера с третьей стороны предлагают варианты развития событий, то это является тоже, ну таким, знаете, вот как, как бы протезированием того, как можно справиться с той или иной ситуацией. Кроме того, эмоциональной разрядкой. Мы очень многое переживаем путем делегирования своих переживаний. Вот не даром снова-таки театры, кино стало, скажем, действительно самым большим феноменом социальным и искусством, и феноменом искусства, потому что человек очень легко может делегировать свои переживания любому образу. И человек, который мается с определенной проблемой и может увидеть, как какой-то герой или супергерой справился с этой проблемой, это ему тоже приносит облегчение. Вот странно как. Или почему, например, чаще всего фильмы снимают, особенно голливудские жизни успешных людей. Потому что зрители, как правило, себя отождествляют с героем, делегируя как бы часть своего бытия и успешному человеку. За счет этого тоже обретают определенное ощущение собственной успешности или причастности к успеху. Это тоже дренирует негативные переживания. Но это самые простые способы. Конечно, если человек хочет что-то более глубокого, он начинает искать разные ответы. Ну и в классической художественной литературе, и в философской литературе. Но еще самое важное, конечно же, это общение с людьми, с интересными людьми, с которыми возможно легкое, глубокое творческое общение. Вот знаете, можно сказать, диалог является диалогом только тогда, когда ответ на любой вопрос порождает новый вопрос и ведет к углублению и развитию диалога. То есть, когда диалог развивается среди того, как дерево растет, да, от ствола ответвляются вначале ветки, от них более мелкие ветки, потом начинают расти листочки. Потом в результате этого процесса могут появиться определенные плоды. Плоды как новые мысли, как новый взгляд на жизнь, как новые ответы на тревожащие у вас вопросы. Ну еще, чисто как врач я скажу, что очень сильно дренируют негативные переживания, здоровый сон, да, достаточное количество снов. Да, это тоже то, на что человек современный обращают очень мало внимания, да, потому что, ну, жизнь настолько интенсивная, настолько возбуждающая, что нужно все успеть. И ради этого человека очень часто жертвуют многими вещами в самом себе, в частности сном. Так вот, сном нельзя жертвовать, хотя вот потому, что именно во сне, именно во сне часто происходит информационная обработка пережитого на протяжении дня. И если эта обработка не произошла, вы это как берете в довесок с собой в следующий день. Это как груз, который вы теперь уже несете еще в следующем дне на своих плечах. А в следующий день приносит с собой новый информационный груз. Да, и вы все время оттяжеляете себя, оттяжеляете, оттяжеляете. И если вы потом, ну, просто так организм устроен, психика устроена, что вас просто потом вынудят обратить к этому, на это внимание. Например, ну, скажем, в какой-то момент у вас начнется, может начаться человекопаническая атака, или в какой-то момент человек полностью потеряется, депридируя самого себя сном для того, чтобы как бы сделать какие-то достижения, в конечном итоге человек может потерять работоспособность. Поэтому вот такая вот геиена, геена, о которой еще древние ореки, я люблю это всегда вспоминать, я всегда люблю это вспоминать в Риле, очень просто. Умеренность во всем приводит к тому, что человек остается здоровым.